На прием главе района пришли жители, которых волнуют вопросы благоустройства территорий, социальной сферы, образования ГООЧС. Первая посетительница жалуется на шум большегрузных автомобилей, проезжающих по улице Грушовой. Марина Ваганова считает, что они угрожают здоровью и жизни людей. Заявительница просит разобраться в ситуации. Проблему понял сразу в несколько моментов. Во-первых, съезд федеральной дороги. Это федеральная собственность. К сожалению, ни район, ни город, ни кто иной, даже регион не имеет права вмешиваться в деятельность федеральных дорожных служб и что-то им перегораживать. То, что тоже объективно, я проблему понимаю, конечно, тяжело жить, когда здесь калитку открываешь, что-то фуры туда-сюда проезжают, как на трассе. Тем более дети же маленькие, наверняка же живут на улице. Объективно перекрыть мы не можем, потому что либо перекрывать полностью улицу, но это должны быть резкие причины, как безопасность какая-то, там, не знаю, какой-то объект должен быть для жизни обеспечения находится, может, он будет поврежден, не знаю, авария техническая или еще что-то. Единственное, я здесь прошу вот что, Сергей Васильевич, пожалуйста, подумайте, поработайте с комиссией, обратитесь, может, с инициативой. Можно сделать там движение одностороннее. По этому вопросу будет организована специальная комиссия, которая оценит ситуацию и найдет пути ее решения. Такой ответ женщина устроил. Марина Николаевна поблагодарила главу за организацию стабильного автобусного сообщения по муниципальным пригородным маршрутам 110 и 104, проходящих вблизи дачных жилых массивов. Большое человеческое спасибо. Люди все вот садятся и сказали, вы идете, идем, вот по ком. Поступившие в ходе приема вопросы касались сферы образования, предоставления льгот, правомерности размещения торговых объектов, подтопления территории. По всем вопросам даны подробные разъяснения. В случае необходимости будут организованы выезды на место с целью изучения и решения существующих проблем.